На поцелуевом мосту произошла трагедия, когда автобус сорвался в реку Муйку, унеся жизни семи пассажиров. Это событие породило множество слухов о причинах происшествия. Версии варьировались от теракта до отказа тормозов. Водитель автобуса Рахматшов Курбонов утверждал, что причиной аварии стал отказ тормозов. Однако его арестовали, обвинив не только в нарушении правил дорожного движения, но и в фиктивной регистрации мигрантов у себя дома. Единственным выжившим свидетелем оказался пассажир Александр, который помог пролить света на причины ДТП. Дело вызвало широкий общественный резонанс, и каждый день появляются новые подробности. Например, выяснилось, что Курбонов не был пригоден для работы водителем, а настоящего владельца компании-перевозчика с миллиардными контрактами до сих пор не могут найти. Обо всем этом и не только и расскажем в этом выпуске. Просьба подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. В нашем понимании водитель перепутал педали, рассказал журналистам источник следствия. Думал, что давит на тормоз, но на самом деле продолжал еще сильнее нажимать на газ. Выживший свидетель утверждает, что после того, как автобус ударился о бордюр, он начал ускоряться. Если бы тормоза действительно отказали, автобус бы остановился на стадии якори, увы, на морского музея. Следствие считает, что Курбонов перепутал педали не случайно. На предыдущем месте работы его считали непригодным для вождения. Ему с трудом давалось управление, поясняют вследствие. Ранее он работал в другом автопарке, был кондуктором, но несколько раз пытался стать водителем. Ему давали такой шанс, но каждый раз он его проваливал. В итоге ему отказали, он уволился, ушел в частную контору. А в чем же состояла роль начальника автоколонны? Начальник автоколонны Джахангир Халилов, который также арестован, разрешил Курбонову сесть за руль общественного транспорта. Халилов не заметил, что Курбонов был неспособным водителем и составил график таким образом, что водитель был уставшим. Что касается автобуса, руль был исправен, а заключения по тормозам еще не было. Впоследствии было заведено уголовное дело против генерального директора, но он оказался номинальной фигурой. Номиналом, мурзилкой или дропом, как говорят в некоторых кругах. Петербургские исследователи возбудили уголовное дело против генерального директора компании такси Павла Кузнецова, чей автобус пробил ограждение поцелуево моста и затонул в реке Мойке. Мужчину обвиняют по редкой статье «фальсификация единого государственного реестра». Следствие считает, что Кузнецов был номинальным директором, а фактически фирмой управлял кто-то другой. По версии следствия, подозреваемый, не намереваясь осуществлять управленческие функции, договорился с неустановленными лицами о внесении сведений о нем как к генеральном директоре такси в Единый государственный реестр юридических лиц. Фактически фигурант ничего не делал и получал за это ежемесячное денежное вознаграждение в сумме около 13 тысяч рублей, уточнили в ведомстве. Следователи сообщили, что фигурант дело посетил Межуайонную инспекцию Федеральной Налоговой службы России по Петербургу, где предоставил документы с информацией о себе как об учредителе и руководителе компании. После этого он больше не участвовал в работе организации. Кто же на самом деле управлял компанией, пока остается загадкой. В ближайшее время Кузнецову предъявят обвинения. Термин «номинал» часто используется в среде серого бизнеса для обозначения формального владельца или руководителя компании. Обычно это человек без денег и имущества, бомж, а социальная личность или иностранец. Такие фирмы часто накапливают долги или занимаются нелегальной деятельностью, например, обналичиванием денег. Настоящие организаторы исчезают, оставляя номинала отвечать за все. Однако, как правило, с него нечего взять, и он продолжает жить своей обычной жизнью. История с номиналом в этом случае выглядит странно. Компания «Такси» — это не фирма «Однодневка». У нее есть крупный контракт с Бородом до 28 года на сумму около 3 миллиардов рублей за организацию перевозок. Зачем было рисковать, если гарантированная прибыль на ближайшие годы уже обеспечена? Это пока остается загадкой. Но появились и новые подробности. Журналисты узнали, что в деле появилась еще одна фирма. По некоторым данным, силовиков интересует не только компания «Такси», но и более крупный частный перевозчик в Петербурге, который обслуживает десятки городских маршрутов. По версии Следственного комитета, эти компании имели общие дела и помогали друг другу, несмотря на то, что формально были конкурентами. «Зачем они сделали такую сложную схему, пока еще устанавливается», — рассказывает собеседник. Человек, который все это организовал, пока скрывается от следствия. Фирма работала полноценно, осваивала большие деньги, людей нанимала. Вот как все это комментируют пользователи в социальных сетях. Какая мутная история. Значит, владельцы этой транспортной компании так и не нашли. Возможно, и не найдут. Что интересно, этот невидимка, которого никто не видел и не знает, владеет компанией с уставным капиталом в смешные 10 тысяч рублей, а выиграл тендер стоимостью несколько миллиардов рублей. И таких схем по России полно. Пишет ли она? Подставных директоров обычно ставит тех, кому по должности бизнесом заниматься не положено. Это, вероятно, какой-то чиновник, поэтому и тендеры на 3 миллиарда выиграли. Вся эта история с фирмой такси — криминальная схема, считает Людмила. Просто реальные владельцы — это диаспоры, но надо было сделать вид, что это все русские, комментирует Михаил. Такие липовые организации делаются для прикрытия чиновников. Создается официально конторка «Рога и копыта», на которую потом заключают различные контракты. Зецпредседатель получает ежемесячно небольшую сумму, за которую он должен в случае каких-либо проблем приезжать и представляться хозяином. Если не случится большая беда, такие конторки существуют очень долго. На один паспорт организовывают только одну шарашку. Стать таким зецпредседателем можно только по рекомендации тех, кто давно работает на представителя чиновника, который оформляет пакет документов, устав, разрешение, банковские реквизиты. Азиц никогда не знает, кто хозяин. Сознанием дела разъясняет Владимир. А теперь вкратце расскажем о новых инициативах на верхах. После трагедии на поцелуевом мосту, когда автобус упал в реку Мойку, жители Васильевского острова, откуда отправился злополучный автобус, потребовали проверить работу всех городских перевозчиков. На это обратил внимание председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, поручивший провести проверку и доложить об обращении петербуржцев. Тем временем в Государственной Думе рассматривают возможность запрета мигрантам работать водителями общественного транспорта. Это предложение прозвучало после трагедии в Санкт-Петербурге и было озвучено председателем политической партии «Справедливая Россия за правду» Сергеем Мироновым. Однако эксперты считают, что данное предложение, несмотря на его кажущуюся разумность, пока не имеет практического обоснования. В условиях кадрового кризиса во многих отраслях, включая общественный транспорт, непонятно, кем будут заменяться водители автобусов и трамваев. В такси, например, до 90% водителей – это мигранты. Запрет на работу мигрантов в общественном транспорте может поставить под удар рынок перевозок, считают некоторые специалисты. Помимо всего прочего, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев объявил о масштабной реформе, направленной на усиление контроля за иностранцами. Министерство внутренних дел готовит реформу регулирования миграции и контроля за пребыванием мигрантов. Этот вопрос был поднят сенаторами в Совете Федерации, и Колокольцев отметил, что только МВД контролирует пребывание иностранцев у Российской Федерации. Большая часть законов, регулирующих порядок пребывания приезжих в стране, была подготовлена МВД с 2021 года. Несмотря на это, существует необходимость в дальнейшей миграционной реформе, считает Колокольцев. А что насчет всего этого думаете вы, уважаемые зрители? Делитесь своим мнением в комментариях и не забудьте подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Всем добра, всем пока!